Постановление правительства России от 5 февраля нынешнего года устанавливает ограничение допуска отдельных видов импортных медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Однако, по мнению ивановских производителей перевязочных материалов, которые сегодня поставляют около 70% продукции на отечественный рынок, в ограничительном перечне должны присутствовать ватно-марлевые изделия. К примеру, салфетка, изготовленная по ГОСТу, весит 36 граммов. Евросалфетка легче на 23% и дороже в полтора раза. Наши перевязочные средства являются перевязочными, впитывающими средствами, а в Европе это поддерживающий материал. То есть наш ГОСТ более жестче, чем европейский. В региональном правительстве на заседание Ассоциации текстильщиков собрали производителей и медиков. Последних со знакомительной целью, поскольку руководители учреждений здравоохранения региона с нашей местной продукцией в повседневной работе как оказалось, не очень-то и знакомы. К сожалению, не все стандарты сегодня, они выполняются нашим отечественным производителям. Казалось бы, ГОСТ прописали в тех заданиях, а получаем продукцию, которая, в общем-то, имеет разреженную нитку. Главный врач седьмой больницы посетовал, что наши производители не активно сотрудничают с лечебными учреждениями. Чего нельзя сказать о дистрибьюторах иностранных фирм. Я, если честно, не имел опыта общения ни с одним из производителей, ни с одним из ваших представителей. Артур Фокин предложил привезти в клинику демообразцы и обещал, что хирурги напишут отзывы. Отечественную марлю покритиковал. Текстильщики возразили, что на рынке процветает контрафакт. Необходимо вернуть лицензирование этого вида деятельности и внести порядок в систему проведения конкурсов и аукционов. Для того, чтобы выиграть поставки, представители импортной продукции разработали целую методику. В итоге наши производители остаются за бортом. Нужно ввести понятие монолот. Никто не запрещает больницы использовать современные перевязочные средства, импортные, которые не производятся сейчас. Но их нужно выделять в отдельный лот. Что же касается плохого качества нашей марли – клевета. Заместитель председателя правительства Светлана Давлетова добавила, что руководители больниц должны стоять на страже интересов своих производителей, но не из патриотических чувств. Перевязочные материалы вполне конкурентоспособны и по качеству, и по цене. В данном случае вы, как государственные служащие, не оправдываете тех обязанностей, которые на вас возложены, как по экономии бюджетных средств. Потому что рынок вы не изучаете, я так понимаю. Нашу продукцию, наших производителей вы к себе не приглашаете. Альянс производителей медиков необходим и будет отработан на региональном уровне. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, программа «Губерния».